Добрый день, в эфире новости в студии Джангл Мирзад и Шембекова. В Москве задержали преступную группировку, восемь членов которой каргастанцы и бандиты разными способами вымогали деньги у мигрантов со своей же родины. Прикрывались именем известного криминального авторитета, а базировались на территории одного из таксопарков Москвы. Сотрудники уголовного розыска российской столицы совместно с представительством МВД нашей республики смогли уговорить потерпевших указать на преступников, после чего провели задержание подозреваемых. Выяснилось, что двое кыргызстанцев Мадияр Касымбеков и Абдилман Апулу Аскар не единожды устраивали показные физические расправы в лесу над мигрантами в присутствии других своих соотечественников, с тем, чтобы запугать последних и заставить их своевременно платить им дань. При обыске офиса упомянутого таксомоторного парка были найдены меченые купюры, пневматический пистолет, 54 водительских удостоверения и 35 паспортов граждан Кыргызстана. Другие наши земляки, находясь в Турции, пожаловались на своих работодателей. 17 из 46 человек, уехавших работать по контракту в Турцию, не могли получить свою заработную плату по итогам трех последних месяцев, что они трудились в отеле «Авангард Резорт» в Кемере. На их требование выплатить заработанные ими деньги администрация отеля адресовала их к фирме «Фьеста-сервис», через которую они и трудоустраивались в Бишкеке. Однако обнаружить кого-либо из руководства компании по прежним адресам или телефонам у них не получилось. Мигранты предположили, что их просто обманули. При этом добавили пострадавшие, помощи от посольства они также не получили. Между тем выяснилось, что фирма по найму, о которой идет речь, никуда не исчезала. Ее директор, находясь также в Бишкеке, пояснил, что наши граждане, подписав контракт на шесть месяцев с отелем, внезапно решили уехать, не выполнив таким образом условия трудового договора. А он, в свою очередь, предполагает перечисление заработной платы на карту, снять средства, с которой возможно по истечении периода контракта. Несмотря на это, всем решившим уехать положенные средства отель обещает перечислить в понедельник. А уже на эту пятницу забронированы авиабилеты в Бишкек. До тех пор они размещены в отеле. Милиционеры Ваше промышляли грабежом. В Управлении внутренних дел Южной столицы сообщили, что задержали двоих своих же коллег, которые грабили иностранных граждан. С начала октября от них пострадали как минимум двое – оба граждане Индии. Милиционеры сажали парней в автомобиль и, запугивая их, отбирали деньги. Оба пострадавших обратились в органы с заявлением. Из их показаний стало понятно, что орудуют одни и те же правоохранители на одной и той же машине марки ВАЗ-2107. Молодых людей вывозили за город и, отобрав все имеющиеся деньги, высаживали и скрывались. Подозреваемых уже задержали. Материалы дела переданы в прокуратуру. Деньги закончились. Ипотеку пока больше не выдают. Причину остановки ипотечного кредитования объяснили в самой компании. Ее глава Бакатбек Шамкеев сообщил, что сумма, выделенная на этот год в размере 500 миллионов сомов, была полностью освоена буквально за полгода. Уже в июле они получили дополнительные полмиллиарда и прокредитовали тех, кто встал на очередь. И с августа выдача ипотечных кредитов вновь остановилась. На сегодня, по словам Шамкеева, в списке очередников, а это прежде всего работники бюджетных организаций, числится 6 тысяч человек. Пока средства на покупку жилья в долгу у государства могут взять только государственные и муниципальные служащие. Ставка по кредиту для них на сегодняшний день составляет от 8 до 10 процентов годовых. Пока правительство вновь на пороге разбирательств с участниками аукциона по безопасному городу, в Балыкчи этот проект запустили своими силами. По крайней мере, так утверждает мэрисыкульского городка Алмаз-Мамбетов. Он сообщил, что систему запустили пока в тестовом режиме. Однако оборудование закуплено и установлено. Для фиксации нарушений правил дорожного движения приобрели одну стационарную и одну передвижную установку. Но пока в письмах о нарушениях только предупреждение, а не штраф. Еще 84 камеры установлены по периметру города для слежения за порядком. Всего на закупку оборудования потратили более 15 миллионов сомов. На пост министра иностранных дел выдвинута кандидатура Чингиза Айдарбекова. Об этом выборе премьер-министра Мухаммед Калыя Булгазиева стало известно сегодня. До сегодняшнего времени Чингиза Айдарбеков пребывал на должности посла Кыргызской республики в Японии. Кандидату на пост главы внешнеполитического ведомства 41 год. Закончил факультет международных отношений, а после получил степень магистра по юриспруденции в Международном университете Кыргызстана. Аспирантуру заканчивал в Кыргызско-российском славянском университете. С 2000 года успел поработать в посольствах Узбекистана и Туркменистана. А также в отделе внешней политики аппарата президента и отделе международных связей и протокола Джугар-Кукинеша. Омирбек Бабанов обратился к кыргызстанцам по случаю годовщины президентских выборов. Важность этого события, по его словам, заключается в том, что уже во второй раз в стране произошла смена власти выборным путем. Это, по мнению Омирбека Бабанова, еще больше укрепило демократию в нашей стране. Он еще раз поблагодарил тех, кто год назад отдал свой голос за него и пожелал всему народу Кыргызстана справедливости и крепкого здоровья. 15 октября – годовщина выборов президента Кыргызской республики. В этот день у нас во второй раз на основе выборов сменился глава государства. Это очень важно для нашей свободы и демократии. Именно с этим я хочу поздравить наш народ. Хочу вновь поблагодарить весь народ и всех моих избирателей. 568 665 кыргызстанцев, проголосовавших за путь вперед, несмотря на все трудности. Желаю, чтобы каждый кыргызстанец жил в благоденствии, справедливости и крепком здравии. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.